У нас прям список есть, которые составляла команда Нансена именно по вашим запросам именно к Николаю в контексте как раз трендов и будущих разных вещей. Итак, пункт номер один. Формирование модных трендов. Кто, где и когда решает, что будет совсем скоро модно? Смотрите, это очень важно понимать, что в первую очередь лет, наверное, так 12 назад, в момент возникновения активных игроков на рынке социальных сетей, форма тренда поменяла свой путь. Если вчера это были институции, которые в составе ряда секретных экспертов формировали для вас то, что вы будете носить, есть, пить, путешествовать и так далее, то сегодня это вы. Аналитика на основании запроса рынка формирует тренд на ближайшую эпоху. Только так, а не как иначе. Как это работает? Например, если вы прилетаете, можно про западные страны говорить? Про западные страны можно говорить, я буду это говорить, можете по-разному это окрашивать. Если вы, например, прилетаете на выставку Premier Vision в Париж, это самая крупная текстильная выставка в мире, на которой мы примерно понимаем, из чего мы ближайшие 3-4 года будем шить, вязать и так далее, то чаще всего они, все производители тканей, работают на основании аналитики таким образом. Первое — это стрит-стайл двух предыдущих сезонов. То, как люди одеваются во время недели моды на улице, продиктует нам правила игры на подиуме и, следовательно, в текстиле, архитектуре и так далее. Как и в обратную сторону. Есть ряд агентств, которые формируют для нас трендбук. Что такое трендбук? Это условная подписка, которая действует на ближайший год. Вы получаете два сезонных трендбука, в них примерно 2500 страниц, но там нет юбок, блузок, футболок, как бы это сейчас пошло не звучало. Там история про линии, цвета, оттенки, фактуры. Это чаще всего реакция на событийность рынка. То есть, если на сегодняшний момент мы понимаем, что мир милитаристски настроен, а это так, то, скорее всего, все цвета группы оттенков милитаристских, то есть там афганские хаки, разбеленная олива и так далее, в ближайшие годы будут на подиумах. Мы это все видим. Условно, мы будем обозначать, старт милитаризма случился примерно два года назад. И вот сейчас мы все с вами одеты в светлый, зеленый, в разбеленный, изумрудный и так далее. Это так работает. Это не зависит от того, что где-то когда-то в какой-то гримерке какая-то звезда сказала, я хочу в зеленом ходить. Это так не работает. Эта звезда и ей в голову положило это агентство, что она будет хотеть в зеленом ходить. Это работает так. Никак по-другому не работает. Именно поэтому ближайшие несколько лет все блестящие фактуры и так далее будут на подиумах и в ваших гардеробах только в футуристичном прочтении. При всем этом я хочу обозначить, что на сегодняшний момент Россия и около нас полоса сопричаствует немного в другом векторе тренда. Потому что мы как бы там ни было хотим максимально отклониться от вектора западного тренда. Все видят, что сейчас на подиуме максимально популярное, минимальное количество одежды в прочтении лучших лет начала 90-х, популярности Кейт Мосс и такого условного, не знаю, можно ли это говорить в этой аудитории, кокаинового шика. Такие темные круги под глазами, минимальное количество волос на голове. Это когда ты немного каждое утро после вечеринки. Наш рынок и рынок около нас государств, я сейчас говорю о Казахстане, Узбекистане и других государствах, входивших в состав Советского Союза, на сегодняшний момент немного в другом векторе будут развиваться. Потому что мы хотим смотреть в сторону Востока. Мы хотим смотреть в сторону Китая, мы хотим смотреть в сторону Индии, мы хотим смотреть в сторону наших стратегических партнеров. Именно поэтому, к чему я веду, что политический тренд является одним из ведущих, потому что тренд в моде это тренд экономический. Это не просто тренд, что мы захотели, чтобы все будут в бантиках ходить. Нет. Как это работает? Работает это таким образом, что на сегодняшний момент тренд на закупку ткани в стороне Китая, Турции и так далее. Турция и Китай, например, не славятся какими-то условно-технологичными тканями, потому что совсем другие традиции, потому что и так далее. Но на сегодняшний момент большая часть крупных мировых домов, глядя на то, как развивается Китай, Индия и Россия около с ними, понимают, что направление условно тренда будет немного иным. Что технологичная технологичность есть запрос, что бесконечное производство шелка это дорого, это дорого в обиходе. Ухаживать за шелковой блузкой сильно сложнее, чем ухаживать за блузкой из даже 50 на 50 синтетической компонентой. И поэтому, глядя при всем своем эгоцентризме и русскости, я все равно понимаю, что это вектор не в сторону России, а вектор в сторону Китая. Поэтому этот тренд сейчас для нас, как для части все-таки восточного рынка и минимального участия на Западе, диктует те правила. То есть мы при этом не станем одеваться как кей-поп-исполнители или как аниме-герои, потому что в Азии это популярно. Но при этом там ткани, цвета и так далее осядут на нашем рынке и станут частью улиц Красноярска, Иркутска, Ростова и так далее. Смотрите, уже несколько вопросов появилось в чат-боте. Кто для вас сейчас главный трендсектор? Вот кто конкретно, может быть, несколько штук диктует нам моду? В России или вообще в мире? Ну, давай и так, и так. Давай сделаем в мире и в России. Смотрите, на сегодняшний момент, опять же, в ключе ряда политических событий, ключевой тренд не на юбке, блузке. И вы понимаете, что на сегодня трендсеттеры мировые, это не просто люди, которые хорошо одеваются. Это люди, которые несут социальную миссию, это люди, которые несут политическую миссию, это люди, которые несут благотворительную миссию, это люди, которые и так далее. Вы видите, что условно русские крупные игроки типа Нади Стрелец, Ксения Анатольевна Собчак и так далее, внезапно стали помогать новым территориям, внезапно стали помогать пострадавшему Орску. Это не потому что, а от того, что возникают катаклизмы, и люди вместе с визуальным приемом своих нарядов еще и несут социальный тренд. Именно поэтому, наверное, называть моих каких-то отдельных героев, на которых я смотрю на Западе, типа бывшего главного редактора японского лога Анда Ля Руссо, понятно, наверное, глупо сейчас в этой аудитории озвучивать. Мы живем немного в другой конъюнктуре. Или, например, говорить о нашей Лене Перминовой, которая тоже теперь несет социальную миссию. Тоже, наверное, сейчас не совсем уместно. Опять же, но я человек, который из индустрии. Для меня тренд должен быть максимально острым, чтобы, переварив его в себе, приносить в гардеробы моих клиентов. Как бы вам ни казалось, что тренд это какое-то модное слово, это в первую очередь большая часть вашей жизни. Нажимая на кнопку над унитазом, чтобы он открывался автоматически, вы просто капитализируете чей-то тренд, придуманный там на Востоке, в Китае, Корее и так далее. Это же понятно? Если вы едите с черненых ложек, то это тоже, наверное, тренд, который придумали в ресторанной или по-другому кухонной индустрии. Мы все ежедневно являемся заложниками тренда. Но не тренда во имя красоты, а тренда во имя капитализации. В прошлом году в связи с фильмом «Барби» внезапно вся розовая краска на планете закончилась, просто потому, что им нужно было красить бесконечно эти декорации, ткани. Все бренды подхватили это. И правда, розового красителя был дефицит. Он стоил сильно больше, чем любые другие красители. Это работает так. Можно я механику пойму? Вот история, пример привел Стрелец, Орск, да, там, например, давайте помогать или что-то еще. Ну вы же видите, что... Подожди, это о чем? Это об отношении Стрелец к вопросу? Или это посыл к нам, что мы сейчас все должны быть как Стрелец? Вообще, Тренд — это лейтмотив, который вы должны послушать и адаптировать в собственную жизнь. Будь то голубая джинсовка или помощь Орску, как бы это сейчас плохо не звучало, но Тренд — это форма сопричастия человека к событию, к политическому событию, к архитектурной выставке и так далее. То есть, когда случилась пандемия, большая часть брендов выпустили маски, выпустили их на подиумы, потому что все опасались, что тренд на маску будет развиваться, что непонятно, как поведет себя пандемия. И поэтому бренды уровня Прады выпустили маски, брендированные свои, ну, понимаете, да? Потому что маска покупалась, модницы хотели модничать, и прийти и купить за полторы тысячи долларов маску у Прады было не зазорно, если ты понимаешь, что тебе маску все равно придется носить в обиходе ежедневно. Ну, это же не тренд, это необходимость. Жизненная необходимость, да. Потому что если бы это была необходимость, и маски выпустили до пандемии, это была бы необходимость. Если это следствие эпидемии, то это уже как раз тренд. То есть после… Это вывод, да. То есть как продолжение темы милитаристских оттенков в одежде. То есть случилось то, что случилось, и вот спустя два года огромное количество игроков рынка играют в этих оттенках. Так, следующий вопрос. Понятно что-то? Есть какие-то дополнения в вопросах? Потому что вы такие испуганные, вы прям киваете, если что. Я специально, понятно, оделся. Нет, нам это непонятно. А повторите еще раз кто-нибудь там с задних рядов, пожалуйста, кричите. Я хочу стать максимально своим. Мне сегодня утром позвонила мама и говорит, так, смотри, ты здесь дома. Никаких розовых штанов, ярких футболок. У тебя что-то скромное есть? Я ей говорю, есть черные брюки. Их надень. Я говорю, как в целом одень и надень. Тренд на здоровую, чистую речь возник. Люди, правда, начали читать. Я сейчас снимаю тревел и был в одном из регионов Российской Федерации. И моя героиня говорит, я бываю в библиотеке два раза в неделю. Я говорю, не может такого быть. Она говорит, правда, хотите, поехали со мной. Я прихожу, смотрю ее формуляр. Она правда бывает два раза в неделю в библиотеке. Ну, она еще к науке причастна, поэтому в том числе. Но этот тренд есть. Тренд на здоровую речь. Тренд на доброе душевное отношение. Он возник. Мы просто в какой-то момент так закрутились в этом холодном отношении к окружающим, в этом безучастном отношении к окружающим, что получили то, что получили. Поэтому, ну, то есть мы жили в парадигме, что у соседки корова сдохла, главное, что не у меня. Сегодня ты нет-нет, ну и пойдешь помогать этой соседке, потому что у нее же корова сдохла. И, к сожалению, форма ментального кода, мне казалось, только нашего, во всем мире так. Нужно, чтобы случилось что-то страшное, чтобы мы внезапно объединились, подружились, полюбились и начали друг другу помогать. И это самый важный тренд, как тренд на здоровье. То есть, типа, на сегодняшний момент самый большой тренд у всех мировых домов моды это тренд на здоровье. Спортивная обувь вошла в обиход, в ежедневный, потому что это скорее про здоровье. Это скорее про спорт, это скорее про образ жизни. Вот как. И то, что с подиумов нам диктуют удобную обувь, понятную одежду и так далее, это же следствие того, что мы в какой-то момент сильно замодничались, заигрались в... Потребление? Ну, такое, какое-то... Какое-то отчепенство, вот так, наверное, да. Сверхкосмическое, не имеющее к жизни отношение. Если у вас, правда, возникает вопрос, вы можете у меня спрашивать, так по-свойски. Я просто хотела уточнить, я переживаю, что все люди пришли на промоду, а тут такой Овечкин, который начинает рассказывать вот социальные тренды, помогать и прочее, прочее. Если есть логика между трендом на здоровье и кроссовками на подиуме, какая логика между помогать соседу... Ты мне, смотри, тут ты говоришь, как ты выбираешь транссеттера? Я выбираю, я тебе говорю, я выбираю транссеттера по его образу жизни, не по юбкам и туфелькам. Как бы там ни было, несмотря на то, что я около моды, на сегодня в моей голове острота тренда определяется образом жизни героя. Я не могу... А визуально, как это работает, как-то визуально? То есть дальше идет логика? Ну, давай вот так, я объясню тебе. Если бы, например, если бы Надежда Стрелец, условно, она моя близкая подруга, я могу это себе позволить, если бы Надежда Стрелец выглядела как стриптизерша, что бы она ни делала, для меня ее визуальный прием был бы неинтересен. Понимаешь? То есть это одно следствие другого. Мы визуально берем вот ее... Она, Ида Галич, многие большие герои, российские герои, в смысле... Понимаете как? Они на сегодня в том, что они говорят. То есть они спикеры добра. И в этом для меня есть важность. То есть то, что Ида Галич внезапно стала выглядеть хорошо руками своего стилиста Олега Горчанина, это еще и ведь помножено на то, что она диктует материнство, она диктует заботу, она диктует помощь. И в этом для меня выбор героя, выбор трендсеттера. То есть красиво одетые герои, я вижу их на неделе моды в Париже, в Нью-Йорке, в Милане и так далее. Как бы там ни было, я продолжаю смотреть в ту сторону, потому что индустрия трактует так. Пока нету типа больших игроков на Востоке. То есть типа нету того бренда, на который я бы смотрел с пеной у рта и думал, какие вы классные. Но есть бренд Коперни, родившийся в Европе. Сейчас его покупают китайцы. Максимально технологичный бренд. То есть типа это бренд, который сейчас изобрел прозрачную сумку из углеводорода. То есть это же гениально. Или это бренд, который придумал платье, которое можно напшикать баллончиком. Это технологично. Это скорее про Китай, это скорее про Восток. И пока Китай максимально технологичный, максимально быстрый, максимально реагирующий, максимально... Но структуры пока нет. То есть непонятно, как формировать тренд. То есть он у них другой. И поэтому они покупают крупных игроков в Европе и делают их частью своего рынка. Ну, например, есть дом Керинг, вы знаете о нем? Или дом LVMH, у которого куча брендов под крылом. Это огромные холдинги. То есть кроме того, что LVMH производит дорогой коньяк, самое дорогое шампанское, бренд Eves Saint Laurent, Dior и так далее, у них еще параллельно есть огромные фабрики по производству тканей. То есть если мы понимаем, простите, что я вот так напрямую в Красноярске, если мы понимаем, что у нас вагон и маленькая тележка Денима произведено, то Dior, Chanel и другие игроки LVMH будут играть на этих тканях, потому что их нужно просто коммерчески реализовать, чтобы они не ликвидом не лежали у меня на складу. Вот так это работает. Удивительно, конечно, что кроме того, что я могу юбочки и блузочки выбирать для певицы Анны Асти и Юлии Зеверта, я еще и могу бизнес вести, но это мой такой тренд. То есть кроме хорошего говорения, неплохого выглядения и так далее, я еще и могу превращать слова в деньги. В этом в том числе есть тренд. То есть просто хорошо одевающие стилисты больше не модно. Стилисты, которые могут формировать невербальный диалог политика, артиста, музыканта через его одежду, в этом теперь миссия. Ну то есть как когда-то в дягилевских сезонах, через костюмы во время премьеры весны священной, ну понимаете, да, как, что через костюм можно очень много сообщить. Что когда ты смотришь Бориса Годунова, надеюсь, многие здесь смотрели, ты понимаешь, 2160 костюмов оказываются на сцене. Что там вся сила русского костюма, что ты по-другому его не покажешь. Там тебе соболя настоящие, там тебе вышивки ручные, там тебе камни полудрагоценные, там стоимость костюмов у этой постановки, ну как капитал одного маленького европейского государства. В этом мощь русского костюма, в этом сила Сибири, сила, я сейчас говорю как кремлевский пропагандист, да? Но это не так. Но вы понимаете, о чем я? Что через одежду можно сказать очень много. Что через сумочку и то, как вы сели, можно сильно много сообщить. И когда вы научитесь говорить на этом языке посредством своего стилиста, есть прекрасный мастер-класс у моего учителя, у Евелины Хромченко, он называется «Гардеробы успеха». У меня сейчас тоже есть похожий мастер-класс, я когда-то его читал для компании Pepsi. Когда ты понимаешь, что для того, чтобы начать расти по карьерной лестнице вверх, тебе сначала нужно расти в своих глазах визуально. Когда ты смотришь на себя, а ты выглядишь как бухгалтер, ты не можешь стать финансовым директором, это невозможно. Если ты играешь в большую игру, если понятно, что у вас две, и вы одна бухгалтер, а другая финансовый директор, то вы можете каждый день переодеваться, меняться. А когда вы внутри определенного вектора, определенной парадигмы корпоративной, то вы либо понимаете, что есть определенные правила игры, и не обязательно для этого быть в дорогих зарубежных брендах. На сегодняшний момент ты приходишь в любой торговый центр, в котором есть условно, будем говорить, они мне за это не платят, 12 сториз, то ты можешь носить их одежду, и она выглядит на уровне с Бурнелла Кучинелли, с Зиппи и так далее, потому что они шьют из тех же тканей, у них прекрасная конструкторская база, у них огромный хаб в Екатеринбурге, который производит эту одежду на очень высоком уровне. Извините, у меня насморк. Вот, вы понимаете, да, о чем я говорю? О том, что кроме того, что вы должны нести какое-то очень понятное, доброе, светлое вокруг себя, это еще и можно сообщать внешним видом. Ну, понимаете, да, что если ты стоишь в бюстгальтере-треугольничке, вот в такой лаковой мини-юбке и рассказываешь про помощь Орску, ну, наверное, это дурь какая-то, ну, или не Орску, любому другому городу, любому другому человеку и так далее. То есть, когда ты видишь, что я не против Даши, я безумно ее люблю, инстасамку, которая говорит, я начала сегодня помогать, блин, как будто бы, ну, мне не нужна такая помощь, это выглядит так себе. Ну, то есть, понимаете, да? Ты понимаешь, что от этих денег пахнет как-то так себе? Ну, слушай. Нет, ну, это помощь. Николай, подожди, подожди. Ну, вот сколько должно быть человеку лет, чтобы он понял, что треугольнички и коротенькая юбка, и помощь вот этому, это как-то звучит и выглядит не очень. Сколько должно быть людям в команде этого человека? Это же нужно созреть для этого. Это невозможно. Сколько должно быть людям в команде этого человека, чтобы они ему донесли, что ее манифест должен быть по-другому упакован? Я приведу два примера. Шоколадка Марс и конфетка Белочка. Плюс-минус состав один и тот же. Шоколад, нуга, орехи. Упакованы по-разному. Стоят по-разному. Состав один и тот же. Понимаете, о чем я говорю? Что то, что у тебя внутри, иногда такое же, как у классного спикера, но выглядишь ты так себе. Поэтому нужно найти человека, который сядет, нарисует тебе другую упаковку и превратит тебя в то, во что он может превратить. Опять же, какой запрос? То есть, когда чаще всего ко мне приходит артист и говорит, я хочу, чтобы я миллиарды зарабатывала. Я говорю, ну ты выглядишь пока не как миллиарды зарабатывать. И ты говоришь, а что для этого нужно делать? Ты говоришь, ну это нужен определенный путь. Ты не можешь, типа, сегодня ты вот это, а завтра ты такая, типа, и я в костюме и в Сен-Лоран. Ну, это разовый выход. Из этого должна выстроиться определенная речевая конструкция, которая посредством одежды сообщает, что я часы роликса, а не головка часов заря. Понимаете, да, как это работает? То есть, так все теперь похлопали. Это хорошая шутка была. Поэтому, но иногда, иногда нужно надеть юбочку попроще, пиджачок поскромнее, чтобы сыграть в другую игру. Это просто другая пьеса. Вы просто в этот момент другая актриса или другой актер. Вы просто в этот момент говорите с другой аудиторией. То есть, было бы странно, да, если бы я сегодня здесь сидел и выглядел, как я выгляжу, например, прилетая на неделю моду в Париж. То есть, там другая цель. Там задача, чтобы меня заметила зарубежная пресса, чтобы на мной на равных говорили представители индустрии и так далее. Здесь я приехал, я местный, я здешний, я вас люблю. Вы любите, скорее всего, меня. Если не любите, к концу точно полюбите. Задача была такая, стать максимально своим. Я в корпоративной зипке, как называется это, толстовке, но у людей из индустрии называется зипка. Я в понятной толстовке, черного цвета, на мне понятные брюки, белые кроссовки, которые есть в гардеробе, скорее всего, у каждого человека. На мне кепка, на которой мелко написано fashion is my profession. Это мой манифест, я вам об этом говорю. Я бы хотел, чтобы там было написано русский, но Болинсяга пока не пишет на русском языке. И поэтому максимально всем, что я хотел, я хотел вам сообщить, что я умный, поэтому я в очках, вообще, на самом деле, я без них прекрасно вижу. То есть через визуальный прием. На мне дорогущая сережка одна, их было две. Стоят они вместе, как квартира в Красноярске. Я снял одну, чтобы все думали, что у меня наполовину в Красноярске квартиры только есть. И так далее. То есть ты через визуальный прием задаешь определенный тон для беседы. Человек, который стоит напротив тебя, понимает, что по аксессуарам понятно, что человек какой-то околопримодненный. Но при этом выглядит комфортно. Вам комфортно каждый ко мне подойти, заговорить, сказать, типа, давай сфотографируемся, блин, какой у тебя прикольный Инстаграм. В этом посыл. То есть я сейчас товар для магазина общего потребления. Есть магазины, закрытые шоурумы, в которых приходят пять клиентов, и они понимают, почему они там. Они понимают, почему им подают в дорогом багале дорогое шампанское. Не потому, что они какие-то особенные, а потому, что они в эту игру играют за особые деньги. Каждый из вас способен на это. Каждый из вас. Но на сегодня, к сожалению или к счастью, к счастью, я думаю, тренд и поведенческий, и визуальный немного на другое. Он про душевность, он про свет и открытость, он про домашние посиделки на кухне, про разговоры и так далее. Слушай, в коммуникациях этот тренд называется очеловечивание. Очеловечивание, я тоже говорю, он такое упрощение. Когда ты такой же вкусный замороженный стейк, но замороженный, потому что он стоит дешевле, потому что если он прошел критическую заморозку, он уже не стоит столько, сколько стоит свежий. Ну плюс-минус это то же самое мясо, только в профиль. И все, ты пришел, сама его приготовила, поела дома с друзьями, обо всем поговорила, про песни, про литературу, про события, про которые нельзя говорить где-то на открытой площадке. И ты понимаешь, что ну вот, ну жизнь есть, а просто пока она вот такая. Скажите, пожалуйста, люди прекрасные, все те, кто писали вопросы про тренды, где узнавать тренды, цвета и прочее, Я же вам обозначил. Вы поняли, да, что это немножечко не о том, что четко вот эта группа юбки, блузы и прочее, это тренды, а вот эта группа не тренды. Вы поняли, что это немножко не так? Я изменно поэтому изначально обозначил вам. А сейчас люди такие, никто не задавал эти вопросы, вы придумали. Что тренд, вообще странно приглашать меня, как спикера, на площадку, где нужно говорить про юбки и блузки. Это вообще не про меня. Я сначала понимаю, что я хочу лицом артиста сообщить людям, а потом уже возникают юбки и блузки. То есть я очень долго сажу человека и говорю. Когда я понимаю, что мы говорим на одном языке, подписывается контракт. Сейчас у меня готовится большой контракт, в конце мая я его подпишу. Это первая леди большого соседнего государства. Это женщина, которая станет куратором Красного Креста на ближайший год. Я знаю, для чего я это делаю, я понимаю, для чего я это делаю, я понимаю, как это делается, я понимаю, что через ее визуальные приемы я буду делать. То есть если ты, будь ты токарь, стилист, не понимаешь, ты не просто идешь трубы варить. Если ты идешь трубы варить, чтобы делать добро, я сейчас говорю, как адепт какого-то, то тогда вокруг возникает добро через твои трубы. Если ты идешь лечить людей, чтобы делать добро, Но в этом есть тренд. Сегодня он такой. Я ещё раз вам говорю, что когда люди формируют тренд-бук, они слушают улицы. Когда ты выходишь на улицы и слушаешь... Понимаете, как это работает? Что есть люди, которые делают фокус-группу, только они не подходят и не спрашивают, скажите, как вы думаете? Они ходят и слушают, что говорят на улицах. И читают, что происходит в сетях, как люди комментируют. И на основании поведенческой реакции каждого следующего персонажа формируется некая облака информационная, в котором есть запрос на слово «добро», «мир», «тепло», «семья». И из этого формируется тренд на понятные, уютные, кашемировые вещи. Понимаете, как это работает? То есть, когда ты, например, снимаешь пилот, мои коллеги с примы сейчас поймут меня, то ты сначала понимаешь, на каком языке ты заговоришь с аудиторией, что ты будешь ему сообщать. Не просто «смотрите, у нас будет зелёная кухня, и здесь будет жёлтый чайник». Нет, это вообще так не работает. Если вы семейное шоу, понятное, то там есть детская картинка по фону, то там стоит чайник какой-то такой более уютный, и там ничего не может быть технологичного, нано, тра-та-та. Это так не работает. Вы когда памперс выбрасываете в мусорку, вы не думаете, блин, какая у меня технологичная мусорка. Вы думаете, скорее бы уже её выбросить. Ну, я так думаю. В этом и есть форма вещания. То есть, тренд — это некий вектор, который задаёт вам правила игры, которые чаще всего уже прочтены в ваших головах. То есть, это из ваших комментариев в социальных сетях, это ваша реакция на контент, возникающий у больших игроков типа YouTube, YouTube и так далее. То есть, глядя на то, что вы смотрите и в какую сторону вас ведёт, ну, то есть, как возник сейчас тренд на всю эту татарологию. Никого не хочу обидеть, возможно, люди в это верят, и я туда не лезу. Тарологию, вот эти вот, как называется, когда ты… Гороскопы. Гороскопы. Понятно, почему. Когда у тебя нет понятной опоры, ты идёшь за опорой туда, где непонятно. Понимаете, да, как приходы церквей сейчас растут не от того, что люди внезапно уверовали. Нужно где-то искать это некое место, где тебе тихо внутри. Поэтому, ну, понимаете, да, как работает тренд? Что сначала в ваших головах возникает запрос, а потом коммерчески адаптивные компании, сволочи, на этом зарабатывают. И ваша задача, если здесь есть люди, которые производят одежду, стать этими сволочами. Всё, по-другому никак. Если вы хотите коммерциализировать знания, то есть, как только вы превращаете знания в навык, этот навык становится капиталом. Только так. То есть, не может мальчик из Красноярска приехать 10 лет назад в Москву и стать лучшим стилистом, смена которого стоит 5000 долларов. Невозможно. Я понимал, как это работает. Спасибо компании «Русский алюминий», которые когда-то меня в корпоративном институте научили, что это работает так. Как только знание превращается в навык, на нём можно начинать зарабатывать. То есть, я могу прийти сейчас в строительный бизнес или в любой другой бизнес. Возможно, сегодня мы договоримся с вашим регионом и любой другой бизнес. И я точно знаю, как моё знание или знание каждого здесь, правильно услышанное моей головой, превратить в деньги. Это работает так. В этом основной тренд сегодня — уметь слышать, быть добрым, открытым и светлым. Всё. Мы настолько заигрались в эти холодные углы каждого из нас, в особенности, и что нам в какой-то момент шарахнуло по голове и сказали, «Так, ребятки, давайте как-то соберёмся. Деревня Керчиш, Берлюзский район, Красноярский край, 64 человека. Вот здесь ты, вот здесь не ты». Всё, и ты думаешь, что вроде как я поиграл 10 лет, это было прикольно. Можно теперь, мой тренд жизненный поменялся. Так, подожди, давай вернёмся ближе к людям, раз уж у нас очеловечнее. Вот есть конкретный вопрос, который звучит вот таким образом. У меня есть один конкретный вопрос, почему у тебя вода есть, а у меня нет? Ну почему у меня две воды? Хочешь, я тебя открою? Мы же с тобой про открытость, про семью. Ты же моя подруга. Как так вышло? Давай, давай. И такая открытую чью-то. На, конечно, держи. Её тебе в стакан хотел налить? Я попью из бутылки, я простой местный. Слушай, я пока найду тебе вопрос. Очень простой. Так много вопросов, чтобы пошла искать. Ну потому что вопросы, смотри, сколько много накидали. Давай, любой уже, первый. Как привить ребёнку хороший вкус? Визуальными приёмами. Хороший вкус в одежде и в стиле вообще? Объясню, смотрите. Любой стилистический приём – это форма насмотренности. То есть, если ребёнок видит хорошо одетую маму, бабушку, выбирающую бантик к платьицу, у ребёнка не может не случиться этого. Это как заставить ребёнка чистить зубы? Если дома родители не чистят зубы, то ребёнок их не пойдёт чистить. Ещё раз сообщу, если здесь есть кто-то из докторов, педиатров, они меня поддерживают. Ребёнок до четырёх лет, простите, животное. Если ты не показываешь ему личным примером, что дверь открывается вот так, полотенце висит вот здесь, вот так берётся щётка, вот паста, это делается вот так, и ровно так же со стилем. Но стиль – это же в первую очередь, ну, ты не можешь ему сказать, смотри, если ты будешь выбирать прямые брюки. Нет, он будет видеть, что ты выбираешь прямые брюки. То есть это по-другому не работает. Перестаньте одевать детей без их участия. Если вы идёте ему что-то выбирать, спросите, тебе это нравится? Он поймёт, что, скорее всего, я что-то выбираю. Что на будущее он не будет сидеть, будучи женатым, и ждать, пока ему жена купит очередную белую футболку. Он будет знать, что опция в его жизни такая есть, что он может пойти и купить какую-то футболку, и спросить, как когда-то у мамы. Мы потом удивляемся, вот мой мужик бестолковый, поговорите с его мамой. Все бестолковые мужики – это мужики таких матерей, которые водились с ними. То есть он и вам футболку не купит, он не понимает, что один человек другому что-то может покупать, чтобы его украсивлять. Понимаете, как это работает? Когда ты думаешь, вот моя жена не наряжается, поговори с ней об этом. Просто личным примером скажи, я пошёл за костюмом, вот тебе денег, иди тоже выбери себе костюм. И она поймёт, что, блин, прикольный кейс, почему я так раньше не делала. Так же и с детьми. Ты говоришь, Серёжа, Антоша, как его там зовут? Енисей, ты, например, говоришь, Енисей. Енисей, пойдём выберем тебе курточку. И он думает, блин, я могу что-то выбирать. То есть я, слава Богу, имя сам себе не выбрал, так хотя бы выберу нормальную курточку. И это важно, когда ты позволяешь ребёнку самого себя формировать некий вкус. И когда ты ему говоришь, смотри, Серёж, вот этот цвет, ну давайте всё-таки он будет Енисей. Смотри, Енисей, этот цвет тебе не очень, а вот этот очень. Можете не аргументировать. Он просто будет понимать, что потом в эту группу оттенков ему не стоит ходить, а потом он подрастёт. Возможно, у него потемнеют волосы, такое с детьми бывает. И эти оттенки ему тоже будут хороши. Это окей, правда. Или, например, мы удивляемся инфантильности мальчиков. Ну, мальчики, которые до семи лет колготки носили, они не могут быть не инфантильными. Ну, то есть, когда ему полтора года, понятно, это для удобства. А когда он у вас в детский сад в пять лет ходит в колготках, зачем он туда ходит в этих колготках? Ну, есть же подштанники, они же здесь уже тоже есть. Это же логично или в Красноярск они не дошли? Ну, супер, молодцы. Это так работает. То есть, невозможно сформировать вкус ребёнка, не взаимодействуя с ним. Нужно насматривать. Все говорят, можно ли научиться стилю в возрасте? Конечно. Открывайте картинки, ищите ролевую модель. Ну, например, вам нравится, как выглядит молодая Эдит Пиаф. Открываете картинки, у вас потом глаз в магазине сам приведёт к этим вещам. Ваша длина шоппинга будет сильно короче. Когда вы понимаете, зачем вы идёте, так во всём. Когда вы ищете мужика и понимаете, какой тебе нужен мужик, ты быстрее его найдёшь. Потому что ты, когда много пробуешь, думаешь, блин, потом у тебя собьётся вкус вообще к чёртовой матери. Всё. Ну, главное, если ты понимаешь, что там уже за 40 перевалило, а ты всё ходишь, выбираешь, нам нужно как-то уже включаться более. А в целом, ну, то есть, когда ты идёшь в магазин за хлебом, ты точно купишь хлеб и максимум ещё что-то. Когда ты идёшь в магазин непонятно зачем, ты чаще всего непонятно, что и покупаешь. Приходишь, а блюдо из этого не получается. Или люди говорят, вот я хожу в магазин и не понимаю, что покупать. Ты, скорее всего, не знаешь, зачем ты идёшь. Если тебе ничего не надо по внутреннему запросу, то ты и не иди туда. Иди в продуктовый магазин. Если ты понимаешь, что ты то ли за брюками хотела пойти, то ли за блузкой, ну, это всегда бессмысленно. Это приводит всегда к большим бессмысленным тратам. Но есть вопрос про тебя и про Красноярск. Так, добрый день. Вы на полном серьезе считаете, что для Красноярска можно одеться только в чёрное? А другого что, не поймут? Или это шутка была? Если не шутка, то, пожалуйста, поясните. Я поясню. Почему такие выводы? Спасибо. Смотрите. Я думаю, этот человек написал спасибо и ушёл. Я пришёл в красивом чёрном удлинённом пиджаке Жилсандр. И он тоже был чёрный. Он был про меня. Но мне на входе сказали, это вам кофта. Я думаю, ну, значит, мне её нужно надеть. И я её надел. Продолжим. Я абсолютно точно убеждён, что Сибирь – суровый регион. И ярко одевающийся мужчина в Красноярске, скорее всего, чувствует себя дискомфортно. Я был таким мужчиной. Говоря слово чёрный, я скорее говорю о группе приглушённых оттенков. Ну, то есть, глубокий синий, глубокий изумруд, таможенный синий кобальт, который называется. Они какие-то более понятные для сибирского мужчины. Продолжим. Но если этот мужчина художник, артист балета, журналист, там есть запрос, ну, то есть, понимаете, да, как это работает? Что вы, собирая конструктор своего гардероба, понимаете, могут ли быть там какие-то артефакты с лёгким намёком на творчество Пикассо. Ну, если ты идёшь на работу, ты рядовой сотрудник нотариата, например. Ну, какой Пикассо? Ну, Пикассо максимум на ужин, если, опять же, тот, с кем ты идёшь на ужин, понимает, о чём идёт речь. Это же опять в продолжении темы невербального визуального приёма, которым вы сообщаете своему собеседнику, другу, просто прохожему, бабушке, что вы некое что-то. У нас это, опять же, от животных. Животные там меняют окрас, тра-та-та, потому что пытаются сообщить окружающей среде, что они, например, готовы к спариванию. И некоторые женщины сильно сообщают это, ну, все вокруг понимают, что, ну, как бы, всё понятно. А она потом говорит, я вообще в библиотеку шла, ну, очень странно, что так в библиотеку ходишь, наверное. А ты идёшь за книгами, а приходишь с мужиком, потому что... Подожди, а может быть, это как раз подписчица Инстасамки? Ну, и идёт в библиотеку себе. Я, кстати, не против подписчиков Даши и не против Даши, но тут же опять нужно понимать, на каком языке ты говоришь. Опять же, зачем она шла в библиотеку? Если она идёт в библиотеку за запрещённым плейбоем, наверное, как будто бы... Подожди, кто объяснит, каким языком надо говорить? Вот кто это объяснит молодому человеку... Я объясняю вам. ...который подписчица Даши, например? Ну вот кто? А это, возможно, это для неё как раз там какая-то ролевая модель. Ну вот она одевается так и идёт в библиотеку. Что? Как это по-другому склеить? Смотрите, нужно понимать ваш визуальный приём по вашей целевой аудитории. То, с кем вы взаимодействуете, основные потребители вашего визуального приёма. Если вы понимаете, что вы медсестра в хосписе, то, наверное, не стоит одеваться так, как одевается Даша, даже если вы заслушиваете её музыку до дыр. Если вы этого не понимаете и вам об этом сурово сообщает ваш начальник, будьте готовы к тому, что он прав. Понимаете как, да? Есть определённые формы дресс-кодов. Есть деловой дресс-код, есть дресс-код для посещения учреждений искусства. Это выставки, музеи и так далее. То есть, если вы туда приходите полуголыми, ну, вы же понимаете? Но, опять же, если это выставка каких-то голых чего-то там, и там будет перформанс, где все раздеваются, в России это запрещено, как вы знаете, то, наверное, это уместно. Но у нас есть яркий пример совсем недавно случившийся. Может, стоит отказаться от похода на такую вечеринку. Короче, это история про не ту дверь. Да. Не надо в неё заходить, она не та. Поэтому, если вы понимаете, что идёте на выставку выпускников местной художественной школы, то, наверное, какая бы вы не были перформерша, ну, не стоит этот перформанс приносить туда. Ну, оставьте его как-то дома для вашего основного потребителя, для супруга. Или для самой себя, кружитесь в этом перформансе. Ну, вы понимаете, да, о чём я говорю? Что у японцев есть классная... Мы только что говорили с коллегой об этом. У японцев есть классная опция. Они надевают маску много лет до нас. Но они надевают маску, когда чувствуют, что они заболевают. Не для того, чтобы не заразиться, а для того, чтобы не заразить. Одежда — это некая форма инфекции, которую вы должны понимать, что, выходя, вы ею заражаете окружающих, что вы получаете обратную реакцию на некий визуальный приём, который вы сообщили окружающим. То есть, если вы хотите получить реакцию восхищённую, удивлённую, возможно, чей-то инсульт. Ну, пробуйте в это играть. Если вы понимаете, что вы среднестатистический ассистент судьи, он называется помощник судьи, ну, вы же понимаете, что вы не можете. Даже если вы пока ещё без погон, то есть не вышел приказ, то вы... Это я говорю вам как родной брат ассистента судьи, помощника судьи. Ну, она мне, например, набралась и спросила, «Коль, смотри, мне вот это можно носить?» Я говорю, «Нет». Она говорит, «А что можно?» Я ей перечислил, что можно носить, а что нельзя носить. Причём она умная, очень умная девочка. Я говорю, «А судья мужчина?» Она говорит, «Да». Я говорю, «Женатый?» Она говорит, «Да». «Ну, тогда блузки расстёгнутые тоже отменяются. Надевай водолазку». Это форма субординации. Ты должна понимать, что для того, чтобы не заразить, нужно использовать маску. Маску в виде правильного жакета, хорошо сидящего, правильной рубашки, желательно хорошо сидящей и свежей. И так далее. Есть ещё... Я однажды читал в составе компании «Проктор» открытый большой мастер-класс в Новосибирске в огромном количестве городов. И там был принцип. Между поглаженной рубашкой и помытой головой нужно выбирать помытую голову. Всегда абсолютно. Если вы понимаете, что вы идёте на деловую встречу, и вы думаете, отутюжить ли быстро мне рубашку или привести в чувство волосы, нужно их привести. Объяснить почему. Не потому, что это гигиена. Ну и в том числе. А потому, что есть портретная зона. Это первая зона сопричастия к человеку. Когда вы говорите, например, идёте на свидание и встречаетесь на метро «Пушкинское», вы не говорите типа «Смотри, я буду в белой сорочке». Вы говорите «Смотри, я блондинка с каре». То есть у нас люди попадают в картотеку вот так. Я сейчас не делаю неважной одежду. Но когда вот здесь, вот здесь самое важное, всё в норме, то вы и вот здесь плохо не сделаете. Это как раз в этом и есть тренд. Наполняйте черепную коробку верными установками. И тогда вы точно поймёте, как правильно одеваться. И ещё есть принцип, он озвучен в книге Нины Гарсии, где она говорит «Собственную сетчатку глаза не обманешь». Если вы смотрите в зеркало, и у вас что-то вызывает резонанс, дрожащую сетчатку, вам нужно переодеться. Всё. Слушай, такие интересные вопросы. Про чёрное ответил, что это не обязательно может быть чёрное. Есть другая гамма более околоконсервативного гардероба, если вы несёте в этот мир какие-то очень понятные ценности, очень понятным занимаетесь ремеслом и так далее и тому подобное. Но вы можете представить, что вы вот так заходите, например, в дежурную часть, а там сидит, например, в розовых джинсах сотрудник и в перламутровой майке. Ну это вряд ли. Вы доверяете этому человеку в этот момент? Хотите ли вы помощи от этого человека? Или, например, вы приходите в благотворительный фонд, а там сидит вот в микролифчике на ресепшене женщина? Вам хочется помощи от этого благотворительного фонда или нет? Тут же... Но опять же, за какую помощью вы пришли? Если вы одинокий мужчина и это психологическая поддержка, то, наверное, можете остаться в этом благотворительном фонде. Но такие благотворительные фонды, насколько я знаю, нелегализованы в нашей стране. Одежда как способ изобразить внешнее благополучие. Это нормально? Абсолютно точно. Но чтобы не обмануть, то есть если вы говорите... Но тут внешнее, именно просто внешнее благополучие. Внешнее благополучие это какое? Если ты приехал на метро на последние деньги, то чтобы ты тут не изобразил, у тебя в черепной коробке нету этого. Богатство внутри головы. Поэтому когда в прошлом сезоне мы все играли в олдмани, а ты понимаешь, какие там олдмани, в России их не может быть, наша олдмания в революцию уехала. Все, что было в олдмани, у нас больше нет. Наши олдмани — это проворовавшиеся бывшие начальники заводов. Какое там олдмани, если они большей частью воры? Ну, простите, я сейчас никого не хочу обидеть. Поэтому тут... Смотрите, что такое олдмани? Это старые деньги. Деньги, которые минимум пять поколений передаются из поколения в поколение. У меня близкий знаком Марк. Он наследник большой богатой семьи в Германии. Они первые начали производить там стекло. И все, что вы видите красиво остекленное в Европе, это дело рук его мануфактуры. Его прадед в Штат и повез в стекло. Показать, что такое стекло. Это олдмани. Я ему говорю, какие твои ставки на деньги? Он говорит, на что ты ставишь? Во что ты инвестируешь? Он говорит, я инвестирую сейчас только в свое здоровье. Я хочу проехать от Гибралтара до Барселоны на велосипеде в этом году. В этот момент я начал бегать. Я понял, что я вообще не те ставки делал. Что человек, у которого есть, который благополучен, вы скорее всего говорите о деньгах, да, о таком благополучии, он чаще всего не желает этого сообщать. Он чаще всего хочет скрыть, что они у него есть. Понимаете, как это работает? Если вы видите понятно, хорошо, опрятно одетого человека, не удивляйтесь, что он миллиардер. Давай я продолжу еще смысл. Я просто уверена, что речь идет, знаешь, о чем? О внешней логомании. Хотя вполне понятно, что это Баленсиага либо не Баленсиага, либо Баленсиага совсем на последние деньги. И как бы, как вот эта вот внешняя история сразу лишь считывается, что она не соответствует действительности? Смотрите, как только человек открывает рот, становится понятно, на последние деньги это Баленсиага куплено или нет. Мы в любом случае попадаем в картотеку, в черепную коробку другого человека через то, что он говорит, как он себя ведет, и уже потом мы думаем, прикольная блузка. Это правда так. Если вы делаете выводы первичные на основании Баленсиаги, которая, возможно, куплена на последние деньги, то это не проблема этого человека, который последние деньги дурак потратил на Баленсиагу, это ваша проблема. Если вы пускаете его в картотеку с достойными людьми в своей голове, а потом думаете, блин, как я мог просчитаться, ведь такая хорошая сумка у него была. Ну, вы ставите на хромую лошадь в таком случае. Очень скромный аплодисмент, на самом деле. Неплохо. Однажды я очень сильно обидел человека в зале. Я больше никогда так не делаю и, надеюсь, больше никогда так не сделаю. Я был в Новосибирске с открытым мастер-классом на огромной площадке Мариотта. И зачем-то женщина встала и сказала, «Ну, вы так много говорите про правильность гардероба. Скажите, я хорошо выгляжу». Я ей сказал, «Нет». И она села, и потом я смотрю, что она ушла. И в этот момент аудитория охладела ко мне в одну секунду. Я обидел женщину для них. Я в этот момент не был экспертом. Я в этот момент не оценивал для них гардероб. Я оценивал эту женщину. Поэтому, когда ты на основании визуального приема пытаешься кого-то третировать, то чаще всего это ты плохой, а не человек, который запросил это. Поэтому, прежде чем сделать выводы на основании, попробуйте с ним начать говорить. Понятно, что если это просто бегущий мимо спортсмен в прикольных кроссовках, он так навсегда у вас в голове останется. Прикольный спортсмен, бегущий в классных кроссовках. Вам на основании его визуального приема не нужно делать никакой аналитики. Если вы собеседуете человека, то между спросить про его гороскоп и посмотреть, как он выглядит, выбирайте второе. Однозначно. Потому что уровень адекватности человека определяется его внешним видом. То есть весной вы видите часто придурочные шарфики. Это просто обостряются девиации психиатрические. Это не то, что он решил нарядиться и просто там внутри шарашит гормон, он не знает, как с ним справляться, и он покупает дебильные очки, придурочные шарфики. И все это на себя. Потому что в этот момент у него гормонально другой фон. И он им пытается вам сообщить, что типа у меня крыша едет, чуваки. А вы думаете, какой интересный экземпляр. И поэтому, когда вы понимаете, что весна, и у вас этот прикольчик бывает, помните, что есть стилеобразующие единицы. Или по-другому акцентные единицы. Пусть она будет одна. Если вы купили очки, сережки, юбочку, туфельки, выберите одну. И вы точно не будете в картотеке с придурочными. И тогда с вами разговаривать, вести диалог будет интересно. АПЛОДИСМЕНТЫ Хороший вопрос. Давай, вы одиноки? Вот это, как всегда. Ваша мама прислушивается к вашим советам? Да. Это долгий путь. Я в ремеслед... Сколько? 12 лет? 13 лет. Первые 8 лет она мне говорила, ты занимаешься ***. Я своим подругам говорю, что ты по-прежнему в алюминии работаешь. Потом внезапно, весной, вышло мое первое телевизионное шоу, которое называлось «Посольство красоты». Я вел его с Леной Кулецкой. И мама случайно включила телевизор. Она мне звонит и говорит, мне теперь что рассказывать? Я говорю, я говорю, говори, что я телеведущий. Она говорит, так ты там про какие-то вещи рассказываешь. Я говорю, ну говори, что я телеведущий, который про вещи рассказывает. Мама абсолютно точно отвергала мою экспертизу. Ей казалось, что мужчина не может этим заниматься, что это какое-то очень странное ремесло. И однажды я маме на Новый год отправил письмо с моими банковскими выписками. С того дня мама поняла, что я вообще не *** занимаюсь далеко. Это раз. Мама немного болеет, и она хорошо подхудела. И сейчас она, например, говорит мне, смотри, я купила пиджак, я его еще не купила, но ты мне скажи, он окей или нет? И сейчас уже у мамы есть 5-7 комплектов, которые я условно, не наседая, или, например, я пишу ей там, мам, тебе нравится вот эта актриса, она плюс-минус, теперь как ты по комплекции, посматривай в ту сторону. Смотрю, платье уже такое же, думаю, хорошо. Поэтому ровно так же и с детьми, так же с родителями. Попытайтесь личным примером и какими-то аккуратными, не агрессивными приемами. Ну, женщина, которая хорошо одета, она так в себе всегда уверена. Вот даже по себе. Когда ты купил прикольную вещь, и ты думаешь, куда бы пойти. Не формируйте гардероб от ситуации, как одеваются женщины в Сибири. Я прошу у вас всех прощения. На свадьбу к дочери, на свадьбу к дочери своей подруги, дай бог на похороны, на выпускной. То есть чаще всего это эпизодически... Как так сказать? В этом нет системы. Это некие эпизоды, в которых ты внезапно красивая. И тебе все говорят, боже, какая ты красивая. И ты ведь потом не думаешь, сколько ты самогонки выпил. Ты думаешь, все говорили, что я красивая. Почему бы не сделать это повседневным? Почему ты не хочешь собирать эти комплименты каждый день? Ведь, правда, в Сибири невероятно красивые женщины. В связи с тем, что они со всей страны тут собрались. Кто-то в ссылку, кто-то... И они между собой покрестились так хорошо. Но, правда, сибирская женщина очень красивая. Тут какие-то армяне, покрещенные с сибириками. Тут какие-то... Ты на них на всех смотришь. Я смотрю на свою маму и говорю, «Мам, какая каша-малаша на самом деле у нас?» Она говорит, «Ну, зато какая красивая каша-малаша». Это правда так. Но при этом сибирская женщина не наряжающаяся. Объяснить почему. Потому что Сибирь — это заводы. Она всю жизнь работала на заводе. Большевики пришли и сказали, «Хорошо одевающаяся женщина — проститутка. Это женщина плохого поведения». И женщины долгие годы пытались не наряжаться. Потому что это плохо. Значит, ты не умозаключающая, если ты наряжаешься. А это не так. Женщина — это украшение нашего мира. Женщина — это украшение нашей жизни. И если ваша женщина не наряжается, это вы в этом виноваты, мужчины. Потому что если ваша женщина не может найти свободные минуты для того, чтобы выбрать себе юбку или блузку, а бежит на очередную работу, это вы в этом виноваты. И если вы думаете, «Ну, она и не наряжалась, и не сексуальная», это вы в этом виноваты. Не потому что я за патриархат и считаю, что мужчина принимает все решения. Вообще нет. Я считаю, что женщина украшается для того, кто вокруг. Вокруг правильной женщины всегда есть правильный мужчина. Ты иногда смотришь и думаешь, и он какой хорошенький, и она прихорошенькая. И любуешься. Вот сегодня придете к своим мужикам и скажи, «Знаешь, вот эта блузка меня задолбала из-за тебя». И каждый раз потом говорите, «Вот юбка вот эта, посмотри, какая у меня цвета поносного. Из-за тебя». И он потом однажды тебе скажет, «На, вот возьми уже, иди купи из-за меня что-то нормальное». И у вас возникнет некий гардероб. И вы понимаете, да, что вы должны выбирать несколько ролевых моделей. Ролевая модель любовницы, ролевая модель начальницы и так далее, ролевая модель матери. И это чаще всего разно. То есть если вы идете на родительское собрание к своему сыну и внезапно случайно из шкафа достали ролевую модель любовницы, уберите ее обратно. В каждом гардеробе есть разные формы, есть разные прочтения. Но это чаще всего лица одной женщины или лица одного мужчины. И они чаще всего ваши. И если вы понимаете, что в какой-то момент у вас много одежды, вы не понимаете, кто вы из этого, то вам нужно сначала внутри разобраться. Не выбрасывайте этот гардероб. Возможно, одна и та же клетчатая рубашка может быть с тугой юбкой, карандашом кожаной, и вы немного жена ковбоя. Иногда это может быть с широкими джинсами, и вы немного сама ковбой. И поэтому тут все... Не так, большая часть давайте вот так. Потому что вы же помните, да, про весеннее обострение. Там иногда залетают такие птички, что ты думаешь, как вообще... У меня такое бывает. И чаще всего это же всегда, сука, дорогая вещь. Что ты думаешь, зачем я это вообще купил? Чтобы что? Но ты потом думаешь, что это, скорее всего, ранней весной было. И ты вспоминаешь точно. Или еще там осенью, когда у тебя хандра, и у меня черным заплывает вся квартира. У меня все черное. Рубашки, футболки. Слава богу, что у меня теперь белая собака, это недопустимо. Она иногда линяет, и ты понимаешь, что ты выглядишь неопрятно просто потому, что собака постояла рядом. Ну и у вас тоже, наверное, собаки, кошки, поэтому помните про это тоже. Потому что иногда по внешнему виду я могу определить, какого цвета окрас у вашего питомца. Давай еще вопрос. Нет, тогда уже аплодируйте качественно. Из приятного. Многие вернулись на свои места. Возможно, они курили на улице и услышали, что я неплохо говорю. Это неплохо. Мне начали нравиться ваши вопросы. Если останутся вопросы про тренд и о том, как выбирать блузку, потому что тренд, это вы всегда можете посмотреть в Инстаграме. Открываете. Видите, что шесть блузок вот так пролистываете бордовых. Ну, тренд на бордовое. Сто пудово купите что-то бордовое себе. Но если оно вам по настроению, по вашему уже существующему гардеробу ни к чему, не следуйте этому тренду. Не следуйте тренду слепо. Давай я конкретный задам. Ну давай конкретный. Вот смотри. Человек интересуется, опять же, ты же говоришь весна, мало ли что. А как своим стилем в одежде выразить безразличие к окружающему? Объясню. Безразличие к окружающим определяется речью. Вы молчите чаще всего. То есть человек, который ничего никому не хочет доказывать, он ничего никому ртом не доказывает. Запомните это. Когда ты ртом ничего не доказываешь, то чаще всего ты в понятных оттенках, ты в понятной геометрии комплекта. Ну то есть человек, который ничего никому не хочет доказывать, вряд ли он ходит в платье гриб, так ведь? То есть, скорее всего, он что-то хочет сообщить этим. То есть понятный фасон, приглушенный оттенок, опрятность и минимальные речевые обороты говорят о абсолютной самодостаточности человека. Всегда. Кому звонит? Если мама, возьмите обязательно. Если мама звонит, берите всегда. Такой вопрос приходит второй раз, кстати, кто-то очень настаивает. Утилизация использованного текстиля, есть ли это сейчас? Будет ли это расти и жить? Экологичные ткани, так ли они на самом деле экологичны? Может, ткани, которые содержат ненатуральное волокно, требуют меньше ресурса для производства? А есть ли разработки в этом направлении? Это тема новой лекции Николая Овечкина. Через неделю он прилетит и расскажет. Я хочу об этом говорить точно. Я знаю об этом много. Я сильно погружался в эту sustainability тему, и она на самом деле важная. Но иногда так бывает, что один тренд прерывает другой, не дав ему доиграть. Сейчас sustainability прервана, в первую очередь потому, что общее военное напряжение в мире. Все прекрасно понимают, что вести войну не экологично. Не экологично с точки зрения ментально, не экологично с точки зрения тра-та-та и так далее. Одни страны вынуждены, другие страны входят в эту историю умышленно. Мы сейчас об этом не говорим. Мы говорим о том, что сейчас немного не до экологии. Мы это все прекрасно понимаем. Ситуация экологическая правда страшная. Но сегодня эта тема на стопе в большей части игроков. Вы же видите, что бренды перестали играть в эту игру, где ты приходишь, сдаешь вещи, они перерабатываются. Опять же, насколько, например, экологичны хлопчатобумажные джинсы, когда для производства одной пары джинс, по-моему, тратится порядка 600 литров воды. То вроде как бы хлопок, он разлагается. Но для того, чтобы он разлагался и правильно покрасился, нужно потратить 600 литров пресной воды, пресной чистой воды. Насколько это экологично, есть сомнения. При этом джинсы красятся химическим красителем. Это понятно, что никто не красит их черникой. Их красят химическим красителем. Поэтому играть сегодня в экологичность, смотрите, экологичность — это все-таки форма абсолютно состоявшейся ментальной компоненту общества и экономики. Когда человек выбирает между хлебом за 60 рублей и хлебом за 6 рублей, вряд ли он думает в этот момент о экологии. Наверное, я не имею права об этом сейчас говорить, но тренд на экологичность должен быть 100%. Но он скорее должен быть на территориях крупных промышленных производств, а не на территориях ваших юбочек, блузочек и так далее. Как только об экологии начнут заботиться крупные игроки, мы сами... Это как раздельный мусор. Я живу в богатом жилкомплексе в Москве, в центре города. У нас раздельный сбор мусора. Сколько людей сдают раздельный мусор? Там каждое утро стоит мужчина, ковыряется в мусоре, чтобы перекладывать вот это. То есть, когда оно возникнет на уровне выбрасывания бутылки в своей квартире, тогда можно говорить о тренде внутри индустрии моды, где люди до нашего... Опять же, есть это отдельно. Напомните мне слово «second hand». Потом скажете, я вспомню про это. Как только мы поймем, что раздельный сбор мусора сильно... Давайте не так. Это порядка, по-моему, двух процентов. То есть, вы понимаете, что когда дымят заводы, то, что вы там бутылочку выбросили, но при этом у вас внутри возникает эта форма социальной ответственности. Тренд на социальную ответственность, на здоровое ментальное состояние, на здоровье физики. Люди все занимаются спортом, строятся стадионы. Это супер. Я этому рукоплещу. Я сам бегаю в этих стадионах. Они прекрасно выглядят. Он есть. Но эта форма экологической осознанности должна быть все-таки сначала в голове. И тогда крупные игроки типа Levi's и так далее смогут играть с вами заодно или вы с ними заодно. Про «second». Огромная тенденция в сторону, условно будем называть, второй носки. В Красноярске нет ни одного путнего секунда. Я приезжаю третий раз, и тут просто нет культуры. Потому что, если ты носишь чьи-то вещи, то это как такое вообще может быть? То есть, когда у тебя в голове возникнет, что носить пиджак, который пожил свою первую жизнь, и носить его вторым – это иногда честь. Честь, которую вы делаете планете. Честь, которую вы делаете индустрии. При этом рынок, к сожалению, вы знаете, что при общем мировой тенденции роста второй носки, я называю это так, типа секунды, винтажки, рост объема производства не сокращается. Понимаете, когда что это две параллельно живущие среды обитания. Что люди, которые могут позволить себе носить джинсовку, которую носила их мама, это прикольно, это не выглядит старо. Но если это в правильном комплекте, если это правильно стилизовано, то это иногда даже лучше, чем новая джинсовка. И такой тренд есть. Он очень аккуратный. Об этом, да, не принято говорить. И чаще всего, когда тебе говорят, ой, что за куртка? Ты должен с гордостью говорить, это куртка моей бабушки. Или я эту куртку купила в Секонде в Париже. Или там в Токио, в Гонконге, в Берлине. Но мы почему-то скорее готовы придумать новую легенду этому. И сказать, типа, это ресайкл проект одного небезызвестного бренда. То есть звучит, как будто бы ты что-то именно обалде... Ну а что в этом такого? Я считаю, что это окей. Если вы какие-то дико брезгливые, ну сдайте в химчистку. Химчистку никто не отменял. Ну то есть у артисток первого эшелона, с которым я работаю, есть вещи из секондов и винтажек, потому что это нормально. То есть жакет Шанель твидовый настоящий, 70-х годов, в гардеробе женщины, это честь. Только стоит он не 400 тысяч долларов, а 30 тысяч рублей. И он вам еще послужит, если он правда сшит руками фабрик, которые производят для Шанель, еще столько же, сколько он отлежал где-то в винтажке. И я считаю, что это супер. И этот тренд мне нравится. А почему не принято говорить? Мне кажется, наоборот, сейчас все стилисты... Ну, Ань, мы опять же с тобой живем... Ну типа Вика Салават или кто-то еще, очень модная сейчас девочка... Кто знает Вику Салават? Вот четыре человека. Вот именно поэтому... Ну все равно... Так быстро запишите, кто не понял руки Вика Салават. Когда про секонд со сцен начнут говорить большие лидеры, типа уровней Юлии Зиверт и так далее, понятно, что тут будет больше желающих носить винтаж. Пока об этом стесняются говорить даже артистки первого эшелона. Но я их научу, поверьте мне. Так, есть вопрос. Спасибо. Все-таки есть вопрос конкретно про Красноярск. Это модный город или модная провинция? Ах вы... Это твоя родина, сынок. Моя мама всегда... Моя мама всегда говорит, Коля, мне здесь жить. Это точно город. Я Лиде сегодня об этом говорил и тебе об этом тысячу раз говорил. О том, что как-то через людей я смог переполюбить это место. Я иногда приезжаю, мне кажется, как будто бы я вообще никогда здесь не был, что этот город меня не породил когда-то, что он какой-то совсем теперь другой. Насколько он модный, он становится модным. Здесь точно есть флагманы, которые смогут что-то делать. Насколько это имеет отклик среди людей, это появилось, у людей возник отклик. Я помню Екатеринбург образца десятилетней давности, когда там только зарождались все большие игроки уровня, 12 сторис, аутфиты и так далее. Но это не было так модно, как выглядит сейчас. Им понадобилось 10 лет. Давайте вы через 10 лет зададите мне этот вопрос, я буду старец, который будет отвечать вам на эти вопросы совсем по-другому. Когда-то я сегодня об этом говорил в интервью каналу. Одна... Я горжусь этим. Одна из моих учителей была Люда Нарсаян, ныне покойная. Она мать технологичного трикотажа в России. Это первая женщина, которая полетела в Японию и посмотрела, как производит трикотаж по-настоящему. Как производит Uniqlo трикотаж. И она мне однажды, много лет назад сказала, я тогда работал в другой совсем среде, я работал в Vicky People, и она мне сказала, дайте 10 лет. Через 10 лет вся страна будет одета в свое, это будет не стыдно и брендов будет много. Тогда было брендов пересчитать на пальцах одной руки. Оссом Тосом, Кирилл Гасилин, только начиналась Лиза Одиноких, ну и большие игроки уровня Ульяна Сергеенко и так далее. То есть там история про большие деньги. И я ей хохотал в лицо. Я говорил, Люда, что ты несешь? Сегодня Красноярск стоит у истоков индустрии. Задача холить и лелеять это дитя, чтобы через 10 лет вы просыпались, вы ворачивали вот так футболку, а на ней было написано Made in Красноярск. Ну или учитывая наши прохладноватые отношения с Западом, там будет написано сделано в Красноярске. Ну или что-то на китайском. Слушай, здесь целая группа вопросов про извинительные водолазки. Давайте. Это опять же как раз форма... А теперь скажи, пожалуйста, ты понимаешь, о чем мы? Да, конечно. Мы все про извинительные водолазки. Смотрите, это... Значит, видишь, подожди, я давай конкретизирую, потому что могут быть в зале люди, которые не понимают. Кто-то спрашивает, а кто-то... Я с этого и начну, я введу в курс и потом... Я же еще и преподаватель. Смотрите. Просто когда-то я закончил СФУ, и там, когда ты заканчиваешь, ты имеешь право преподавания на ряде факультетов, я имею право. Смотрите, важно. Про извинительную водолазку. Случился инцидент. Мы не будем к нему еще раз возвращаться, это усвоенный урок. После чего случилось ряд извинений, и все люди были одеты в серые, глубокие коричневые и другие водолазки. Объяснить почему? Первое. Нужно было показать, что урок уяснен. Мы одеты. Второе. Сверху был спущен бриф о том, что извиняться нужно так одетыми быть. Я точно знаю. Поэтому все извинялись в водолазках. То есть это не то, что все внезапно из космоса подтянули, типа, водолазка или брюки, водолазка или брюки, водолазка. Это понятный прием закрытого человека, который извиняется. Почему монахи закрыты вот до сюда? Понятно? Голого нет, тебя ничего не отвлекает, ты смотришь в глаза человеку и слушаешь, что он тебе говорит. Вот. Если бы я извинялся, я бы тоже извинялся в водолазке. Спасибо, что я был в Париже в это время. Отвело. Есть очень простой вопрос. А у кого вы учитесь? У вас. Каждый день. У мамы, у собственного ребенка, у своего директора, у тебя, у Ани я учусь любви к этому региону. Абсолютно точно. Примерно 25% от того, что я каждый раз прилетаю сюда, это она. То есть она как-то так правильно мне упаковывает этот чебурек, что я думаю, ну ладно, еще разок. А сейчас я уже лечу с огромным удовольствием. Далековато лететь, конечно. Но я каждый день учусь визуальным приемом. Я смотрю, как люди одеты на улице. Я анализирую. Я понимаю, что сегодня уместно, а что точно нет. Я за умную моду. Однозначно. Человек, который хорошо одевается и ничего не читает, может не одеваться, в этом нет ни малейшего смысла. Человек, который хорошо одевается и неума заключает на основании того, что он надевает на себя, это бессмысленно. Это как человек, который ходит в галереи. У меня есть такая подруга. Ходит в галереи через день. Но для нее, допустим, Малевич и Воснецов примерно одно и то же имя. И ты ее слышишь и думаешь, так ты не ходи туда, это просто тебе не интересно, это не твой путь. Начни что-то другое искать. Или, например, одна моя подруга говорит... Наверное, вы тогда поймете, что это подруга. Ничего, эта подруга мне не говорит. В общем, учиться нужно каждый день. Лучше всего учиться у маленьких детей, вы знаете, да? Что их форма реакции – это то, как мы хотели бы, но уже не умеем. И я иногда смотрю и думаю, блин, как прикольно, что они не скрывают эмоции. Мы долгие годы учимся прятать то, что мы на самом деле чувствуем. И вот я последнее время учусь психовыражать через одежду, мимику и так далее то, что я чувствую. Мы долгое время пытались быть какими-то оккультуренными. Например, тебе что-то напрягает, отыгрываешь отмороженную эмоцию. Как будто бы ты стена. И вот я сейчас, например, учусь у окружающих людей читать, что они мне пытаются изобразить через одежду, мимику и так далее. Когда я научусь этому языку, я напишу, мне кажется, огромную диссертацию по этому поводу. Ну, если у меня будет свободное время. Вот. Поэтому учиться нужно каждый день просто глядя вокруг. У архитектуры, у деревьев, у людей, у меня, у Ани. Смотри, какой прикольный вопрос. Вернее, намек. Почту за честь повторно поносить за вас толстовку, брендированную нансом. А кто задал этот вопрос? Кто вопрос этот? Ну, встаньте, не стесняйтесь. Я вам ее дарю. Возьмите. Носите с удовольствием. Обнимемся? Ну, вы обнимаетесь прям за колонкой. Можно было здесь обняться. Смотрите. Я сибиряк, и во мне течет татарская кровь. У меня просто есть вторая. Поэтому это с барского плеча, но она вторая. Лид, у тебя кофты не будет. Потому что ты на работе. Вы понимаете, да, что все запомнят меня этим сниманием кофты? То есть в какой-то момент, в котором вы можете запомниться, всегда помните, что есть всего 15 секунд, чтобы успеть понравиться. Я понимаю, что я в 15 секунд успел много всего сказать, пока вы переваривали, а он начал нравиться минуте на третьей. Первые три минуты я был для вас некое что-то отторгающее ваше внимание. Нет, многих пугает слово «стилист», понимаешь? Да, да. Именно поэтому я сразу начал говорить про доброе, светлое, открытое. Теперь вам уже и про юбки интересно слушать, и про все на свете. Когда ты умеешь взаимодействовать с окружающими, ты умеешь взаимодействовать и одеждой, и речевыми оборотами, и просто взглядами, и так далее, и тому подобное. Просто нужно понимать, куда вы идете, зачем, и как сделать так, чтобы люди, уходя, помнили о вас. Ну, я ради этого живу, мне кажется. Продолжаем направление вот этой позитивной концепции. Я больше ничего не сниму, потому что вы же знаете. Я не в этом смысле продолжаю. У меня ни извинительной водолазки нет, поэтому не-не-не. И как говорит моя мама, я здесь живу. Какое у вас самое интересное событие за последнее время? Может, ты про Ваню расскажешь? За какой период, скажите? За последнее недалеко. Ну, вот 4 месяца. Можно? В декабре прошлого года я ушел от предыдущего психотерапевта и пришел к новой. Я был на грани клинической депрессии. Это правда страшно, и нужно заниматься своим ментальным здоровьем, это важно. И в какой-то момент у меня возник запрос на что-то какое-то мое. И я начал ходить гулять с собаками. Просто в приют гулять с собаками. И случилась одна из самых важных встреч в моей жизни. Я вот так захожу, и привозят очередную поставку брошенных щенят. На меня вот так посмотрела собака, и я понял, что я теперь буду приезжать гулять с ней. Я приехал еще двое выходных с ней погулять, теперь она живет со мной суперсчастливая. Я ей передам ваше восхищение. И это какое-то другое. Это когда ты не ждешь ничего в ответ. Она вот есть, она с тобой. Она зависит от тебя. И ты взаимодействуешь с ней вообще на других вибрациях. Я записываю ей голосовые. Чтобы вы понимали. При этом это не от одиночества. То есть у меня есть ребенок. Все в порядке. Я очень близок со своими родителями. Но это когда у тебя что-то внутри возникает запрос на добро. Это продолжение не потому, что это модно. А потому, что я в этот тренд погрузился. Мне правда нужно было кому-то помогать. Я просыпался утром и думал, как все плохо вокруг. Все несется в какие-то тартарары. Но если я не начну делать хорошо, то никто не начнет этого делать. Возникла идея, что я хочу запускать что-то в родном регионе. Здесь моя земля. Я люблю это место. Я правда его люблю. И возникла идея, которая сейчас обрамляется в какую-то очень понятную бизнес-идею. Такой запрос случился на собаку. Я понял, что я должен ее забрать. Там не было типа, мне нужна собака. Я просто ходил гулял с гуляльщиками, с волонтерами. Слушайте, но с Ваней, не буду пока говорить, вообще удивительная история. Я пишу Коле, какой хорошенький. А Коля мне говорит, твою мать, это девочка. Объясню, Ваня девочка. Я человек, живущий цветом. Я отличаю абсолютно все оттенки цветов. И в этом моя особенность структуры сетчатки. Я за 12 лет ее отдрессировал. А она не цвета ванилина. А зовут ее ваниль. Ее так назвали в этом приюте. Я понимаю, что она вообще не ваниль. Я говорю ей, будешь Ваня? А она говорит, окей. Две минуты, вот, например, у нас с тобой, Николай. Ну, конкретно у тебя. Вот что бы ты сказал красноярцам, там, я не знаю, с учетом, что это родной город твой или без учета, не важно. Вот просто, что бы ты сказал конкретно этим людям за эти две минуты? Так, смотрите, занимайтесь спортом, учите языки, любите ближнего и пусть у вас все получится. АПЛОДИСМЕНТЫ Николай Овечкин АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...